Так, ну что, ребят, меня многие просили также записать видос по поводу XRP и Apple и, соответственно, сегодня коротенький видос по данной криптовалюте и, соответственно, у нас 17 числа должно произойти ключевое событие 17 февраля 2022 года и, соответственно, крайний срок у нас судебный процесс SEC против Apple продолжает набирать обороты и следующие несколько шагов могут решить судьбу токена XRP. Опять же, как довольно опытный человек в криптомерии, постоянно замечаю, что люди испытывают множество проблем при попытках заработать на трейдинге, сливают депозит буквально за считанные дни и в итоге остаются ни с чем. Проект Lexol.com разработан специально для решения этой проблемы. Lexol.com это место, где собраны профессиональные трейдеры с многолетним опытом и криптоинвесторы, желающие получать стабильный высокий доход от инвестиций в крипте. Благодаря этому миксу любой инвестор проекта может быть уверен в завтрашнем дне на полном автомате, получая проценты от оборота его средств в системе Lexol. Проект Lexol.com это гарант постоянной высокой прибыли в крипте, куда я сам вложился и сделал 2x за 2 недели. Рекомендую подробно ознакомиться с проектом по ссылке в описании под роликом. Скажу свое мнение, я считаю это все полностью спекуляция, заговоры китов и так далее, но не то, что типа вот там масоны и так далее, вот как большинство говорит, нет. В том плане, что специально они просто спекулируют этой темой, чтобы закупить XRP на дне и потом естественно просто быть основными владельцами данной криптовалюты и потом естественно такие минимумы уже не дать. Вот, ну и потом в дальнейшем, чтобы в долгосроке эта монета пампилась там выше 2-3 долларов, там и стоила дороже и естественно использовать его как платежное средство. Понятное дело, что это у нас не децентрализированная, а централизированная криптовалюта и соответственно XRP, да. И соответственно она будет использоваться как платежное средство. Я думаю вот эта вся конетель, это как было вот здесь вот, то есть я предупреждал, что ребят не надо поддаваться на вот эту всю херню, да, с EPL, то есть как это было вот здесь вот. То есть мы упали здесь, давайте глянем на сколько, на те же там 70%, ну и после этого можете глянуть на сколько EPL выстрелил. То есть он выстрелил 8, а то и на 9x, но окей, даже если вы зашли вот здесь по 60, 50 там, 60 центов, может было те же там 4-5x забрать. И я предупреждал, что PAMP будет и он неизбежен, хотя многие кричали, что нет, суд не закончился, поэтому ну суд у нас идет с вот этого момента, то есть и суды там постоянные по EPL идут и суд, давайте глянем, я покажу вам сколько он идет. Данный суд, он у нас идет ну практически там полтора года, то есть на данном этапе и ориентироваться на это, ну это полный идиотизм. Поэтому вот это все я считаю накопление, то есть уже мы тем более отскочили одна, я предупреждал, что скорее всего ниже отметки в те же там 52 цента мы не пойдем. Ну самое нижнее может быть 50 и соответственно нас здесь уже выкупали, это было и по биткоину видно и по EPL, поэтому плюс 50% у нас. Вот по поводу соответственно на данном этапе, как видите у нас одним из таких шагов стало решение суди анализы на прошлой неделе вскрытия, публиковать два меморандума, названных ключевыми доказательствами по делу. Ну и крайний срок публичного раскрытия меморандума, это у нас 17 февраля, то есть уже через неделю, даже меньше. Вот, что стоит за запечатанными записками? Как обещает Reuters, то есть секс считает, что документы показывают, что EPL и Кристиан Лаксон были хорошо осведомлены о риске, если токен XRP будет считаться ценной бумагой в соответствии с федеральным законом. EPL и правительство предоставили совершенно разные отчеты о том, что сказал сторонний советник EPL в этих двух меморандумах. С другой стороны, EPL и Лаксон говорят, что регулирующие органы неверно интерпретируют меморандумы и они сказали, что документы показывают, что юристы EPL в конечном итоге пришли к выводу, что их токены не являются ценными бумагами. Ну как всегда, то EPL ценная бумага, то неценная бумага, то они ее принимают, то они ее отвергают и так далее. Вот, соответственно, тут написали в твиттере чувак, Джон Е. Дейтон, соответственно, это самый лучший пример, который я видел, ну демонстрация абсурдизации сек, ну то есть, которая ведет борьбу против XRP. И, соответственно, ну, соответственно, тут пишется, что, вот сейчас я его переведу, потому что тут он немного непонятно написал сейчас даже для меня. Вот, криптовалюта против XRP, отличаются ли правила для EPL и, соответственно, генеральный директор EPL, Брэн Гарленхаус, уже подтверждал и утверждал, что ETH был дан регуляторный зеленый свет, который позволил ему произойти токены XRP. Ну и, естественно, когда дадут зеленый свет, то EPL улетит однозначно за 3, за 3,5 доллара. Эта цена неизбежна, многие считают, что данной цены не будет, ну, я уверен, в долгосроке EPL и 5, и 10 долларов, ну, то, что сейчас порочат ему 50, ему 100 долларов, ну, это сейчас смешно, потому что это как минимум год ждать, но многие думают, что это за 2 месяца произойдет. Это, ребята, разведите эти розовые сопли, а EPL, ходит он, у него своя ценовая политика и ходит он совершенно своеобразно. Ну, понятное дело, как только вот эта вся регуляция и ментальная мастурбация с SEC закончатся, то, естественно, EPL будет уже нормально себя вести, я думаю. И, хотя они могут все это дело затянуть еще на года, специально, чтобы были такие pump and dump, видите, XRP, помпанулся, упал, помпанулся, упал, помпанулся, упал, и все. Но постепенно он минимумы обновляет, многие этого не замечают, многие не хотят этого видеть, ну, и так далее. То есть, видите, мы стояли в накоплении, обновили минимумы, постояли в накоплении, обновили минимумы, здесь тоже самое, обновляем минимумы, вот и все. Это я прошлый ролик записывал, там, ну, я думаю, кто видел, тот видел на канале, вот, кому не место на крипторинке. Вот, ну и, соответственно, сейчас мы постепенно восстанавливаемся к вот этому каналу, естественно, здесь надо было показать нисходящий канал, что вот, ребята, продавайте, все, там, паника, сопли, слюни и так далее, продавайте. Ну, естественно, мы на вот этом падении закупались, и я говорил, что это дно. Поэтому, смотрите, у нас эфир превзошел, так как его одобрили уже, там, и Виталика Бутерина признали классным разработчиком и так далее. Сек преследует EPL из-за утверждения о том, что XRP является инвестиционным контрактом и, следовательно, ценной бумагой в соответствии с тестом Huawei. Вот, ну и Джон Дитон, ну, Дейтон, на самом деле, ну, ладно, поверенный держателем, держатель XRP по этому делу отправился в твиттер, чтобы поделиться своим мнением о претензиях всех к XRP и к EPL. Вот, ну, EPL это компания, XRP это токены, думаю, понятно. По его мнению, в то время, как другие частные лица используют токены XRP для обеспечения криптовалютных транзакций, почему нацелено только на EPL? Да, уже неоднократно поднимался этот вопрос, что почему только на EPL они гонят, а не на остальные криптовалюты, которые также, ну, которым по этим же причинам можно, ну, докопаться, да. Но, опять же таки, они выбрали именно EPL, но видно, какие-то у китов большие цели на данную криптовалюту. Вот, и он считает, что расследование SEC является предвзятым и что правила для EPL и криптовалюты не одинаковые. Согласны ли вы с мнением Джона? Вот, и, соответственно, вот перевод этой новости я нашел. В общем, он пишет, что SEC может, Spend the Bits может перевести 100 биткоинов за 5, там, сколько получается, 10-тысячных или 100-тысячных XRP. Согласно позиции SEC, BTC не является ценной бумагой, но 5-10-тысячных XRP используют для перемещения BTC, это ценная бумага. Ну, в общем, абсурдизация и полную ахинею, то есть они сами себе противоречат и так далее. Поэтому, естественно, все это раздувается в новостном фоне и так далее. Поэтому по EPL вот это все дело раздувается. Ну, и вкратце хотел упомянуть, что JP Morgan 40 минут назад опубликовали, что на данном этапе они ждут долгосрочную стоимость биткоина в размере 150 тысяч долларов. И вот они опубликовали, что our long-term price target, то есть наша цель по биткоину это 150 тысяч долларов. Поэтому они биткоин, естественно, закупают и я уже об этом рассказывал и скидывал. То есть отдельные статьи. В общем, на данном этапе у нас XRP на шестом месте, капитализация практически 40 миллиардов на данном этапе. Как видите, перехай мы не сделали, еще было у нас 3-4 доллара. То есть, если посмотреть последние отметки, ну, даже окей, там 2 доллара у нас было. Здесь было 1.98 и, соответственно, здесь были хай 2.85, а здесь 3.55. Поэтому, если с текущих отметок мы стартуем, даже вот с текущих, то это порядка там 4X. Вот, даже там практически 4.5. Если же вы закупали там вот здесь вот и продолжали холдить, я опять же-таки говорю, я на вот этом пампе не скинул. Я, конечно, потом пожалел, надо было хотя бы половину монет скинуть, заработать. Ну, бывает что. Вот, я думаю, в долгосрочной перспективе это однозначно себя окупит. И Apple будет там и выше 3 долларов и 3.5. Поэтому, никакой проблемы я в этом не вижу. Если же вы закупали по 60 центов, то порядка там 5-5.5X, даже почти 6X вы заработаете. Поэтому, вот это все накопление, где мы здесь находимся, я думаю, оно реализуется потом в довольно-таки стремительный рост. То есть, если посмотреть вот здесь, вот давайте глянем. Вот это все накопление, то есть, которое у нас имеется 10 месяцев, вот это морожене сектом, то же самое. Ну, то есть, можете даже сравнить ситуацию. Здесь даже графики похожи. То есть, сейчас я вам покажу. Один в один абсолютно. То есть, смотрите, вот у нас ситуация. Даже вид такой же. Смотрите, вот мы стояли. Получается, потом здесь то же самое. То есть, мы постояли здесь, потом вниз. Постояли вниз. Потом памп. Здесь то же самое. Памп. Ну, понятное дело, это не будет один в один график. Но все равно. Потом дальше консолидация какая-то. И потом пампанули. Соответственно, здесь у нас тоже идет консолидация. По идее, после такого вот отката у нас сейчас должна возникнуть вот такая вот ситуация. Какая-то консолидация, либо такой локальный восходящий канал. И потом бум! Выстрел наверх. Ну и, соответственно, выстрел этот будет выше 2 долларов однозначно. Поэтому это мое мнение. Стоит закупать XRP сейчас, либо нет. Это ваше право. То есть, я закупался на вот это. Я закупался и здесь. Я закупался и на вот этом всем диапазоне. Еще здесь закупался. По 45, там по 50, по 60 центов. Сейчас, я считаю, еще не поздно. Но, опять же таки, что в долгосрок его набрать, что в плане спекуляции, если кто-то хочет заработать на вот этом вот пампе. Но, опять же таки, надо ждать, ждать. Понимаете, ребята? Непонятно, когда эта ситуация разрешится. Ну, будем смотреть, разрешится 17-го, либо нет. Опять же таки, могут затянуть. Пампанется, когда пампанется. Я на новости особо не ориентируюсь. Я чисто смотрю по графику и по ситуации. Поэтому я ходил, холд, да, и жду пампа. Вот и все. Поэтому ориентироваться на новости. Там могут быть тысячу раз говняные новости, что якобы там секс запрещает рипл и ничего они не решили по итогу. Но, несмотря на это, пампы были. И здесь был памп, на котором я тоже заработал. Здесь был памп у нас до 75 центов. Я скинул на 73. Можно было 2,5 х заработать. Вот. И вот здесь был памп. Я тоже советовал закупать. Меня никто не слушал. Потом попанулись, все спрашивали, ой, стоит закупать, либо нет. Ну, и, соответственно, я жду пампа выше 2 долларов. И, скорее всего, мы сходим уже на те же там 3, 3,5, а то и выше. Вот. Поэтому, такие дела. Всем удачи и всем пока. Проект, где вашими средствами будут управлять опытные трейдеры, делясь с вами прибылью, это alexol.com. Ссылка на проект в описании под роликом.